Творческий привет! Ты на канале Модокнет! И мы продолжаем наше творческое путешествие! Мы уже делали обзорку на Кокера! Вы очень просили, и мы сделали обзорку на Котика и все его вещи! Напоминаем, чтобы не забывали паспорт и билет, их можно забрать на нашем сайте! Собери все ночевки и схем, которые будут выходить в этом году! Смотри, кто тут у нас? Это же Тёмка! Да! У нас живёт точно такой дома! Он был нарисован как раз с вашего Котика! Правда, он прекрасен! Без сомнений! Он прекрасен! Он очень похож на нашего Тёмку! Очень-очень! Интересно, а характер у него такой же? Такой же, как у вашего Тёмыча! Кто смотрел наш шот Катаморфозы, знает об этом! Иииии, смотри, как он тянется! Твой тоже так тянется! Ну, конечно! Это как будто его копия! Он восхитителен! А сегодня покажем все его вещи! Мы их попрятали в наш супер-бокс! В каждом выпуске идёт один питомец, вещи для него и часть этого крутого бокса! Можно покупать выпуски отдельно или сразу взять пак, так будет гораздо дешевле! По итогу шести выпусков каждый сможет собрать себе такой же крутой бокс-домик! Так, смотри, что у нас тут в ящичках! Тёмку надо искупать и избавить от блох! Ну да! Мы же его на улице взяли! Тут у нас как раз средство от блох! Ничего себе! Ничего себе! Ванну мы уже достали! Шампунь для зверя! Нам ещё понадобится полотенце! Никого не напоминает? Это же утка Мо! Да! И ещё маленький такой утёночек миленький, чтобы котику было веселее купаться! Ой! Он сейчас начнёт царапаться осторожней! Да! В шоте мы показывали, как он царапается! Но сейчас будет всё мирно! Будем отвлекать утёнком водичку тёпленькую! А если твоего утёнка утёнком отвлекать, он будет спокойно купаться? Конечно, нет! Его вообще не отвлечёшь! Он будет царапаться, кусаться! Тут вот он мирно сидит! На камеру, похоже, работает! Перед ребятами стыдно! Мы его просто воспитали! Искупали! Теперь надо закутать в полотенко! Забирайся скорее! Да, чтоб не замёрз! Это обязательно! Он смешной, когда его намочишь! Такой лысенький становится! Ну, конечно! Ты чего? Как будто кошка никогда не купала! У нас был персидский кот, и он был такой смешной, когда мокрый! Его просто не узнать в мокром состоянии было! Так, всё просушили! И снова пушистик с нами! Теперь... Так, это ещё не всё! Всё же помыли! Теперь покормить надо! Подожди, Рана! Теперь надо средство от блох! У нас спряталась ампула в коробочке! Вот такое средство! Давай обработаем его! Чтобы блохастиком не был! Спинку! Аккуратнее, а то опять начнёт царапаться! Он это тоже не любит! Он вообще не любит, когда его лишнего растрогают! Всё, теперь его не будут блохи трогать! Нам ещё надо его причесать! Он любит, когда его чешут расчёской? Ооо, вот это очень обожает! Кайфует от этого! Мне кажется, все коты любят, когда их расчёсывают! Хотя, не-не-не, у нас был котик Маркиз, которого могла гладить и расчёсывать только мама! А всех остальных он просто кусал и царапал! А при маме себя вёл хорошо? Да, при маме разваливался на спинке, лапки вверх поднимал! Чеши меня, чеши! Сейчас вспомнила, у меня у сестры был кот! Мы однажды остались у неё на ночь, она нам говорит, закрывайте дверь и обязательно подпирайте стулом! А мы не поймём, что за ерунда такая! Подумали, что она прикалывается просто! Посреди ночи просыпаюсь от того, что кто-то пытается вытащить из-под меня подушку! А оказалось, её кот пришёл посреди ночи и стал пытаться отнять подушку! Он считал, что все подушки в доме его! Представляешь, он повисал на ручке, открывал дверь, забирался в комнату, чтобы добыть эту подушку! Мне кажется, хорошо, когда у тебя есть свой домик и своя подушка! У нашего котика есть домик, и аж две подушки мы ему сделали! А теперь пора кормить! Смотри, какая мисочка двойная! А главное, что делается очень легко с помощью наших схем! Вкусное суфле! Это что, ягнятина у нас? Ветчина? Нет, суфле! И водичка, чтобы попить! А чего ты убираешь? Он же ещё не поел! Потом поест! Сначала надо зрителям всё показать! На, мышку тебе кушай! Рединовой мышкой сыт не будешь! Вот такие пёрышки для игры! Ты ему мышку кушать или играть? А с мышкой играть нельзя, что ли? Наши котики любили просто с бантиком играть, когда маленькие были только! А вот когда выросли, им уже не до этого было! Интересно! А как ведут себя питомцы подписчиков? Во что они любят играть? Пишите в комментариях! Мы обязательно прочитаем! Да! Подожди, а это что? Шапка кролик, что ли? Да, он перекидывается кроликом, чтобы влиться в стаю! А ещё в следующих выпусках мы соберём вот такую лазалку для котиков с домиками и когтеточками! В общем, ему там будет весело! А ещё у нас есть кроличек! Уи-и-и! Он чудесный! И морковка такая милая! Достанем его! Смотри, какой он прелестный! Ты знаешь, у меня никогда не было кролика, но пока мы его рисовали, мне самой захотелось завести настоящего! Они такие милашные! Лапка! Кролик очень симпатичный получился! Да! Щеканчик такой! Милашка! А ещё мы сделали для него очень крутой домик-переноску! Там столько всего! Сейчас всё покажу! Ого! Да, он просто чудесный! Это что, люлька, что ли? Это кровотка такая! Ребята, пишите в комментариях истории, связанные с кроликами! Мы выберем самые интересные и снимем по ним видео! Лапки свесил! Да-да-да! Смотри, какого зайчика игрушку мы ему сделали! В общем, я всё прочитала про кролика, они на самом деле очень любят таких зайцев игрушечных! Правда? Да! Ребят, у кого есть кролики, срочно пишите в комментариях, любят ли ваши питомцы играть с плюшевыми зайцами! И мы ждём ваши классные истории про кроликов и не только! Мы выберем самые интересные и снимем по ним видео, да? Да-да-да! Ну, будет здорово, если ребята поделятся своими историями про питомцев! Наш крол уже выспался и готов к приключениям! Но сначала искупаться! Кота искупали, кролика искупаем! Тогда сначала надо было его искупать, а потом спать укладывать! Ладно тебе! Мне-то ладно, а вот кролику! Ой! Он сейчас тебя покусает! Смотри, какие зубы! Да, они такие зубастые на самом деле! Зайчевушки для кролика! Он такой прелестный! О-о-о! Так, всё, накупались! Выбираться не хочет из ванной, представляешь? Ему там понравилось! Конечно! В ванной хорошо, тепло, не то что на улице! Ноготочки подстрижем, чтобы он не царапался! Он же у нас домашний и кроме людей может ещё ламинат поцарапать! А вот такая классная расчёсочка у нас необычная! Смотри, надеваем её на ручку! На пальчик! Это нюансы! Кролик-то маленький! И расчёсываем его! Он, наверное, так же кайфует, как и котик! Да, сто процентов ему нравится! О-о-о! Интересно, как он фырчит! Наверное, как-то так! Мне кажется, они именно так и делают! Прелесть! Помыли, искупали, причесали! Интересно, что дальше? Мы будем его одевать! Кормить будем! Это же слюнявчик, ты ему надеваешь! Да, слюнявчик! Ну, или передничек такой маленький! Застегнём! Наконец-то кролик дождался еды! Всё! К обеду готов! А мы для него сделали такую крутую обеденную комнату! Сейчас покажем! Это моя любовь! Смотри! Тут кормушка, поилка для него! Травка! И там мисочка для еды ещё есть! Два вида корма и морковка, чтобы погрызть! Я же тебе говорю, он проголодался! Смотри, как воду пьёт! Жадно! Правда, мило? Да, интересно! А чем кормить будут? Вкусным кормом! Специально для кроличков! Насыпаем в мисочку! Там всякие витамины кормим! Пусть питается! Будет здоровым и сильным! Потому что это его год! Да, год кролика! Точнее, кота-кролика! У нас собрались оба животных в этом видео, представляешь? Интересно, а почему кто-то говорит год кота, а кто-то говорит год кролика? Я так и не пойму, как правильно в итоге? Год кролика или год кота всё-таки? А почему нельзя просто год кота-кролика? Ладно, кто знает, напишите в комментариях специально для меня, почему некоторые говорят год кролика, а некоторые говорят год кота! Да-да, расскажите ему, пожалуйста! А я так просто за компанию почитаю и полайкаю ваши комментарии! Теперь кроличку надо побегать, чтобы не стать толстячком! Ого! Это что, прям настоящая игровая площадка для кролика? Да-да, лазалка из брёвнышек, он может тут кататься, лазать, прыгать, бегать, когти точить за одном! Прикольно! А внизу солома, я смотрю! Это не солома, это типа стружки такой, кроличкам надо рыть ещё, как оказалось, представляешь? Нет, я не знал, я про кроликов вообще ничего не знаю! Я теперь про кроликов много чего знаю! Ну и, конечно же, туалет, как же без этого? Ого, какой засранец! Конечно, он же хорошо покушал! И хорошо покакал! Выкинем лишнее, пожалуй! Тут такого не должно быть, всё должно быть чистенько! И проведём дезинфекцию! Всё готово, красота! Тебе понравилось? Очень понравилось! А самое интересное, что это всё такое миниатюрное! Это же можно брать с собой, в школу, на прогулку, куда угодно! Показывай друзьям! Из карман такой, достаёшь сумочку, а там у тебя кролик и целый домик для него! Даааа! Он помещается в кармашек! Это волшебство какое-то! О, смотри, что ещё есть! У него ещё и одежда есть! Дааа! Ещё платьица есть вот такое классненькое! Смотри, какие оборочки! Это платье именно для домика бокса сделано! Хотя его можно и в сумочку вложить! Продеваем лапки! А что, кролик девочка, что ли? Я всё это время думал, что он мальчик! Ну, кто как захочет! В наборе есть синие вещи, если вы решите, что ваш кролик мальчик! Наряжайте его в мальчишескую одежду! А если вы решили, что ваш кролик девочка, тогда наряжайте в платьице! И он такой очаровательный! Милый кролик! А как его зовут? Кстати, мы не придумали ему имя! Так, ребята, быстро помогайте! Быстро-быстро-быстро пишите в комментариях, как вы считаете, какое имя дать нашему кролику! Пишите скорее! Будем выбирать имя для нашего кролика! А у нас в Пэтс и Пак уже вышли собака, котик, кролик и ещё целых три выпуска впереди! Если хотите дешевле, выбирайте Пак! Пока-пока! До новых творческих приключений!